Друзья, всем привет! Сегодня мне так понравились утром за завтраком диетические апельсиновые панкейки, что я решила их повторить. Я нашла похожий рецепт. И сейчас хочу попробовать сделать ПП панкейков на апельсиновом соке с кукурузной мукой. Все я здесь собрала и приготовила. Мне понадобится 10 грамм цедры. Я просто потерла с апельсинчика. Половинка апельсина выжила сок, 100 грамм творога мягкого, обезжиренного, 2 яйца, по 40 грамм кукурузной и пшеничной муки, разрыхлитель, 1 ложка оливкового масла и молока 100 мл. Вот, все это я сейчас буду вот тут вот сразу взвешивать и замешивать. Замешивать буду без миксера, как в рецепте написано. Все, начинаю. 40 грамм пшеничной муки и 40 грамм кукурузной. Итак, муку я приготовила, пока отставила в сторонку. Сейчас я смешаю 100 мл молока, 2 яйца и 100 грамм мягкого, обезжиренного творога. Так, сейчас сюда добавлю разрыхлитель и стевию. Так, теперь цедра апельсина и апельсиновый сок выливаю. Добавила муку. Итак, друзья, все готово. Чтобы тесто у меня получилось вот погуще, вот примерно такое, да, как на оладьи, я добавила еще по 20 грамм муки. То есть, всего у меня получилось по 60 грамм. 60 грамм кукурузной и 60 грамм пшеничной. Ну и все, я начинаю эти панкейки выпекать. Итак, друзья, на сухой сковородке я выпекаю наши панкейки. И хочу сказать, что вот я уже первые сняла. И посмотрите, вот они прям такие вот гладенькие, как панкейки должны быть. Вот у меня даже тут остался кусочек панкейка утреннего диет-повара. Но он не так аппетитно выглядит, знаете, как вот эти вот панкейки. Вот посмотрите, какие они прям гладенькие, такие как надо, как панкейки. И на вкус, кстати, очень хороший. Я уже попробовала. Где-то по минутке они с каждой стороны обжариваются. Все, друзья, мои панкейки готовы. Они получились ароматные, вкусные, в меру сладкие. За счет стевии, которую я туда добавила, они вообще без сахара. Точную рецептуру и БЖУ я напишу в комментарии внизу. Вот, ну и, собственно, все. С этой стороны они как панкейки, а с той стороны они как наши оладушки. Вот они такого красивого, не знаю, передает ли камера цвета, желтого за счет апельсинчика. И там вот можно разглядеть даже кусочки апельсиновой цедры в них. Вот. В общем, пойду сейчас угощать всех этими панкейками. По-моему, на завтрак вообще то, что надо. Вот можно ими тут полюбоваться. Сейчас, знаете, еще разломаю, покажу вам, какие они, когда их ломаешь пополам. Вот так вот они выглядят. Они еще, знаете, у меня вид с творога, да, то есть там попадается такое творожное зерно. Вот. С кукурузной мукой. В общем, очень интересно. Я, кстати, редко делала с кукурузной мукой. Вот. И, знаете, хочу сказать, еще ради эксперимента, я, в общем, добавила немножко еще муки. Я хотела сделать такой толстый панкейк. Знаете, как в фильмах показывают американских, да? Там они такие толстые. Я вот добавила муки, добавила бананчик еще, когда пекла его. И у меня получился еще такой толстый оладь. И тоже, в общем, он имеет право на существование. Но, в общем, в рецепте они более жидкие такие, и получаются тоненькие. Вот. Ну, в общем, все. Всем приятного аппетита. И ловите рецепт. Так, кстати, в качестве соуса я еще порезала апельсинчик и залила его с сиропом стеви. Он дал сок, получился такой вот сладкий апельсин, который я вот вместе с этими оладушками буду кушать. Субтитры сделал DimaTorzok